Антон Павлович Чехов Папаша Тонкая, как голландская, сельдмамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаша спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру. Мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа. «Пампушка!» – сказала она, садясь папаше на колени. «Я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя». Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы. «Что тебе?» – спросил он. «Вот что, папочка. Что нам делать с нашим сыном?» «А что такое?» «А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все отцы беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом, наконец, если не хочешь, не можешь быть мужем!» «Опять свое! Слышал тысячу раз уж!» Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши. «Все вы, мужчины таковы, не любите слушать правды!» «Ты про правду пришла рассказывать или про сына?» «Ну-ну, не буду. Пампушка, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес». «Ну так что ж?» «Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену. Он не пройдет в четвертый класс». «Пускай и не проходит. Невелика беда. Лишь бы учился, да дома не баловался». «Ведь ему папочка пятнадцать лет. Можно ли в таких летах быть в третьем классе?» «Представь, этот негодник-арифметик опять ему вывел двойку. Ну на что это похоже?» «Выпарить нужно, вот на что похоже». Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки. «Нет, Пампушка, о наказаниях мне не говори. Сын наш не виноват. Тут интрига. Наш сын нечего скромничать так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает, я в этом уверена». «Шарлатан он, вот что-с. Ежели б поменьше баловался, да побольше учился, сядь-ка мать на стол. Не думай, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях». Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу. «Боже, какое бесчувствие!» – прошептала она, усевшись и закрыв глаза. «Нет, ты не любишь сына. Наш сын так хорош, так умен, так красив. Интрига, интрига. Нет, он не должен оставаться на второй год. Я этого не допущу». «Допустишь?» – Коля негодяй скверно учится. «Эх вы, матери!» «Ну иди с Богом, я тут кое-чем должен позаняться». Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру. «Папочка, я не уйду. Я не уйду. Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи. Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку. Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принуть учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша. Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса. «Для меня это очень лестно, но не пойду. Некогда мне шляться». «Нет, пойдешь, папочка». «Не пойду!» Слово твердо. «Уходи с Богом, душенька. Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем. Пойдешь!» Мамаша поднялась и возвысила голос. «Не пойду». «Пойдешь!» – крикнула мамаша. «А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то…» Мамаша взвизнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру. Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу, ни к городу запел какую-то песню и бросил с себя стертук. Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя, и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются одними только гимназистками, богачами да подлепалами. Он разрыздался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, проводил у себя полы сенегребнем, оделся поприличнее и отправился пожалеть единственного сына. По обыкновению большинства папашей он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь вошедшей без доклада. Он слышал, как учитель сказал своей жене, «Дорого ты стоишь мне, Риадна. Прихоти твои не имеют пределов». И увидел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала «Прости меня, ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю». Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что, будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна. «Здравствуйте», – сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыкнула и быструю молнией шмыгнула в соседнюю комнату. «Извините», – начал папаша с улыбкой. «Я, может быть, того вас в некотором роде обеспокоил?» «Я очень хорошо понимаю». «Здоровы-с?» «Честь имею рекомендоваться. Не из безызвестных, как видите, тоже служака. Ха-ха-ха. Да вы не беспокойтесь». Господин учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел. «Я?» – продолжал он, показывая господину учителю свои золотые часы. «Пришел с вами поговорить-с?» «Да». «Вы, конечно, меня извините. Я, по-ученому, выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста». «Вы в университете обучались?» «Да, в университете. Такс. Ну, да. А сегодня теплос. «Вы, Иван Федорович, моему сынишке двоек там наставили?» «Да. Но это ничего, знаете. Кто чего достоин. Ему же дань, дань. Ему же урок. Урок. Хе-хе-хе. Но вы знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?» «Как вам сказать?» «Не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается». «Да, он плохо знает». «Почему же он плохо знает?» Учитель сделал большие глаза. «Как почему?» «Сказал он. Потому что плохо знает и не занимается». «Помилуйте, Иван Федорович. Сын мой превосходно занимается. Я сам с ним занимаюсь. Он ночами сидит. Он все отлично знает. Ну, а что пошаливает? Ну, да ведь это молодость. Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил?» «Помилуйте, что вы. Очень вам благодарен даже. Вы, отцы, такие редкие гости у нас педагогов. Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете. А главное во всем это доверие». «Разумеется. Главное, не вмешиваемся». «Значит, сын мой не перейдет в четвертый класс?» «Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка. Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики…» «Исправите?» «Не могу-с», — учитель улыбнулся. «Не могу-с. Я желал, чтобы сын ваш перешел. Я старался всеми силами. Но ваш сын не занимается, говорит дерзости. Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности». «Молот. Что поделаешь?» «Да бы уж переправьте на троечку». «Не могу». «Да ну, пустяки. Что вы мне рассказываете, как будто я не знаю, что можно, чего нельзя». «Можно, Иван Федорович». «Не могу. Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как не повернить дело. Ей-богу, не могу». Папаша мигнул одним глазом. «Можете, Иван Федорович. Иван Федорович, не будем долго рассказывать. Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить. Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому считаете справедливым. Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Ха-ха-ха. Говорили бы прямо, Иван Федорович, без экивок. Вы ведь с намерением поставили двойку. Где же тут справедливость?» Учитель сделал большие глаза и... только. «А почему он не обиделся, это останется для меня навсегда тайной учительского сердца». «С намерением», — продолжал папаша. «Вы гостя ждались. Ха-ха-ха. Что ж, извольтесь. Я согласен. Ему же дань, дань. Понимаю службу, как видите. Как не прогрессируйте там, а все-таки, знаете, мда, старые обычаи лучше всего, полезнее». Чем богат, тем и рад. Папаша с сопением вытащил из кармана бумажник, и 25-рублевка потянулась к кулаку учителя. «Извольтесь». Учитель покраснил, съежился и... только. «Почему он не указал папаше на дверь, для меня остается навсегда тайной учительского сердца». «Вы», — продолжал папаша, — «не конфустись. Ведь я понимаю. Кто говорит, что не берет, тот берет. Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать. Не привыкли еще, значит? Пожалуетесь». «Нет, ради бога». «Мало». «Ну, больше дать не могу». «Не возьмете?» «Помилуйте». «Как прикажете». «Но уж двоечку исправьте. Не так я прошу, как мать. Плачет, знаете ли. Сердцебиение там и прочее». «Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу». «Если сын не приведет в четвертый класс, то что ж будет?» «Мда». «Нет уж, вы переведите его». «Рад бы, да не могу». «Прикажите папиросам». «Гранд мерси». «Перевести бы не мешало. А в каком чине состоите?» «Титулярный. Впрочем, по должности восьмого класса». «Такс. Надо мы с вами поладим. Единым почерком пера, а? Идет?» «Не могус, хоть убейте, не могу». Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на господина учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могус». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать его по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярдничал. Учителя затошнило. «Ваня, тебе пора ехать!» – крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкую фигурой загородил господину учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь. «Вот что», – сказал он папаше, «я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам». «Честное слово?» «Да, я исправлю, если они исправят». «Дело! Руку вашу! Вы не человек, а шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка-запарубка». «Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?» «Хоть сейчас». «Ну, а мы, разумеется, будем знакомы. Заедете когда-нибудь на часок попросту. С удовольствием. Будьте здоровы». «Аревуар!» «Ох, молодой человек, молодой человек, прощайте. Вашим господам, товарищам, разумеется, от вас поклон. Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме. Заходите же». Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился. «Славный малый», – подумал господин учитель, глядя вслед уходящему папаши. «Славный малый. Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно. Люблю таких людей». В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша. А уж после нее сидела горничная. Папаша уверял ее, что сын наш перейдет, и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло. Конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...